Поскольку мы друзья с детства, так же как невозможно вспомнить, когда началось детство и когда оно закончилось, это из каких-то глубин школьных, что в принципе было довольно распространено в мире. Мы знаем многие альянсы творческие, особенно там в рок-музыке, они формировались в школьно-университетской компании. Мухоморы, так же чуть-чуть старшее поколение, они так же объединились, будучи участием в одном классе или в одном университете. Конкретной даты, конечно, не было, потому что мне кажется, что это было довольно давно. Вот этот сам период, начало 80-х годов, его уникальность заключается в том, что вот эта контркультурная художественная практика, она была лишена некой внутренней иерархии. Она вообще была лишена всех свойственных любой сфере человеческой жизни, какой-то институциональной какой-то структуры и организованности. Вот любое искусство, там, общинное, обрядовое, светское, клерикальное, пропагандистское, оно всегда имело заказчика, исполнителя, имело некий регламент, имело покупателя, имело некое подчинение институтам общественно-экономическим, общественно-политическим, социально-экономическим. Здесь не было, собственно говоря, ничего, не было никакой внутренней структуры, не было компрометации никакими коммерческими институтами, собственно, даже не было выставочных, музейных, в полной мере даже не было критиков, имеющих возможность публиковать в открытых источниках. То есть, помимо того, что это был такой довольно традиционный для послевоенной Европы андеграунд, в нем было очень много симуляций. То есть, вместо выставочных, полноценных пространств какие-то квартиры, дома культуры, при каких-то вузах, при психофаке МГУ, концерты квартирные, литература на печатной машинке через копирку. И при этом не было внутренней иерархии, не было каких-то внутренних академий художеств, внутренних каких-то званий, регалий. Даже между поколениями отсутствовало какое-то такое предубеждение, свойственное, скажем, такой открытому обществу. В этом смысле не было никаких формальных регламентов. Это создавало ощущение вот такой безграничной свободы. И это, я не знаю, полноценно, возможно, в силу ограниченных каких-то исторических знаний, но я не думаю, что мы в истории можем найти подобные такие ситуации исторические. И это было по-настоящему уникальное, совершенно неформальное, абсолютно неформальное структура, предоставляющая, ну, абсолютные возможности. Можно было абсолютно в разных жанрах существовать. Даже с точки зрения материалистической, поскольку всего этого не было, можно было пользоваться плохой кисточкой, можно было не использовать холст. То есть вся семантика, свойственная традиционному искусству, искусству, она была абсолютно не структурирована. Можно было делать в троллейбусе, можно было делать в багажнике. Музей Момо тогда не существовал. Можно было выставку делать на диване, концерт можно было делать на кухне, на крыше, в метро. Теплота и воодушевление, с которым можно вспоминать эту эпоху, заканчивается невозможностью ее влияния на последующее. Потому что это какое-то такое 32 февраля. Это была очень интуитивная, мгновенная форма реализации. Это не было какой-то художественной идеологией, не художественной стратегией. Если сейчас, я говорю, перформанс там на Красной площади, ну, это продуманная площадка. Тогда это была стопроцентная спонтанность. Ну, это были выставки в лесу, на крыше, в метро, в подъезде, в сундуновских банях, в клубах. Однодневные, пристегнутые каким-то редко согласуемым, каким-то полуформальным каким-то мероприятием, где одновременно и художественная выставка была, и музыкальный концерт, и поэтические перформансы, и параллельное кино, и театр. В рамках одного-двух дней это могло происходить где угодно. И, конечно, это, в принципе, формально существовало, существовало, существует и сейчас. Но тогда, как я сказал, абсолютно отсутствовал регламент. Это действительно была ситуация, когда ты понимаешь, что вот некое произведение искусства, вот его публичная жизнь, да, если рассматривать там произведение искусства, как некое послание, вот оно ограничивается сегодняшним вечером, вот сегодняшней однодневной выставкой. А завтра тебе просто негде его хранить, тебе просто некуда его поставить. Понимание того, что все должно быть очень легко, и это не обладает, по сути, никакой материальной ценностью. Это все делалось в буквальном смысле, с пониманием того, что ты это оставишь на той стене, на которой ты это повесил. То есть не было понимания будущего, не было никаких планов, это была абсолютная свобода. Они заканчивались вечером того же дня, все планы. Меня совершенно устраивала некая необязательность вот этого будущего формального. Там нельзя было кем-то стать. Ты был тем, кем был вот в эту секунду. Нельзя было стать, несмотря на то, что Андрей Монастырский пытался это все организовать, но это те солдаты, которые просто не имели возможности стать никогда генералами, потому что это иерархия. Она полностью отсутствовала. Она сегодня существует. И до этого она существовала. А вот эти годы, ну не только эти, но вот любой андеграунд, он первым, от чего освобождается, это от иерархии, которая приводит вот к этому детерминизму. Сотбис, наверное, был таким переломным моментом, потому что это было такое приглашение к законам западного искусства как шоу-бизнеса. Соответственно, появились такие понятия, как правильная галерея, правильный дилер, правильная ценообразование, правильная стратегия, правильная выставка, правильные, качественные, не распадающиеся, не рассыпающиеся какие-то произведения. Появилось такое понятие, которое меня очень серьезно в последующие годы угнетало, как цельность творческой биографии. Когда стало понятно, что институционально Россия становится частью мирового художественного контекста, в котором действуют определенные законы для карьеры художника в этом современном искусстве, которые накладывали очень серьезные ограничения, как мне показалось, на возможности, которые я ценил до этого. Я знаю, что не все с воодушевлением восприняли открывшиеся все эти новые возможности, потому что, конечно, некая эпоха безвозвратно ушла. Формат приказов – это тоже некое примирение в преддверии и в ужасе перед некой художественной дискуссией. Любой альянс, любой коллектив в разные периоды отсутствия воодушевления дружеского, и часто бывает, что обсуждение превращается в спор. Это название всем понравилось. И, естественно, вопросов в разные периоды было множество по поводу «Почему». Ну, любое название, за ней всегда следует вопрос, почему это название. На мой взгляд, из предложенных оно всем понравилось, и, ну, таким осталось. Это название было вдохновляющим. В нем было приглашение. В нем нет вот этого романтического обещания. Ну, она распалась – это все-таки слово, мне кажется, слишком значительное. Я думаю, по большому счету, она формально никогда не образовывалась, поэтому она, собственно, и не распалась. Это некий цикл не административно-организационный, а некий... такая фаза воодушевления, у которой было некое начало без даты и какое-то завершение тоже без какого-то формального заседания, на котором с адвокатами по разделу авторских прав, треков, пластинок. Этого, конечно, не было. Может, она и не распалась. Я даже этого не могу утверждать до конца. Вот это отсутствие любой, любое вот это такое состояние распадающееся, мерцающее, оно даже спустя какое-то время не подлежит оформлению. Вернее, оно подлежит, но, скорее всего, будет 500 тысяч версий. Если мои друзья, там, Андрей или Боря, предложат какую-то другую версию, она тоже будет правильной. Я тоже называю этот период прекрасным, не имея доказательств, чем он был прекрасен. Как мы с вами как-то уже недавно обсуждали, прошлое, в котором нет никаких возможностей вносить изменения, оно с творческой точки зрения уже неинтересно. И это довольно... Я уже не помню подробностей, я даже не помню формально результаты всех этих экспериментов, но помню легкость. Субтитры создавал DimaTorzok